Палестинские боевики продолжают обстрелы Израиля из сектора Газа. Ракеты летят на Ашкелон и южную часть страны. Израильская армия наносит удары в ответ. В последней серии атак, по утверждению Цехал, были уничтожены более 320 целей, связанных с боевиками Хамас и других группировок на севере Газы. Цель – предотвратить дальнейшие обстрелы Израиля и подавить сопротивление боевиков перед началом наземной операции в Газе. По данным израильских властей, Хамас владеет даже рецептами химического оружия. Это материалы Аль-Каида, ее официальные материалы. Мы имеем дело с исламским государством Аль-Каида и Хамас. В этих материалах есть инструкции по производству химического оружия, в них говорится о поджогах, о различных химикатах, из которых производят химическое оружие. По подсчетам армии обороны Израиля идет 17-й день войны, а операция в Газе может продлиться от одного до трех месяцев. Однако ее начало все откладывается. Израильское правительство находится под давлением и союзников, и противников. Иран заявляет, что наступление Цахал взорвет весь регион. США убеждают Израиль отложить военную операцию, в том числе ради переговоров о спасении заложников. А в Евросоюзе все громче призывы к прекращению огня ради доставки гуманитарной помощи в Газу. Аналина Бербак заявила, что Германия против такой гуманитарной паузы. Мы не сможем сдерживать гуманитарную катастрофу, если терроризм из Газа и дальше будет существовать. Мир и безопасность для Израиля и палестинцев наступят только когда будет побежден терроризм. По последним данным, более 1400 человек стали жертвами вторжения Хамас в Израиль 7 октября, и более 5000 получили ранения. 222 человека были взяты в заложники. Их родственники добиваются помощи в том числе и от правительств европейских стран. У Йони Ашера взяли в плен жену и двух дочерей, трёх и пяти лет. Видео, которое я вам показал, единственная конкретная информация, которая у нас есть. Израильские власти пытаются выяснить, где они, но это не делается быстро. И поскольку жена и дети немецкие граждане, как отец и муж я здесь, чтобы сделать всё возможное и добиться их освобождения. В свою очередь, прохамасовское правительство сектора Газа заявляет более 15 тысяч раненых и 5000 убитых в результате израильских обстрелов. Проверить достоверность этих данных невозможно. Так, в число жертв Хамас внёс и почти 500 человек, якобы погибших в результате взрыва в районе больницы Аль-Ахли в Газе 17 октября. Хамас обвинил во всём Израиль, но отказывается предоставить доказательства удара по больнице или обломки ракет. Вот что ответили в руководстве Хамас на запрос Нью-Йорк Таймс. Ракета растворилась, как соль в воде, она испарилась, ничего не осталось. Армия обороны Израиля пришла к выводу, что ракета была запущена группировкой «Исламский джихад из Газы» и упала на территорию больницы по ошибке. А реальное количество жертв составляет десятки, а не сотни человек. К такому же выводу пришли расследования Associated Press и других СМИ. Продолжение следует...